Дмитрий, в чем сегодня главная трудность поиска работы? В частности, с которой сталкиваются незрячие? Ну, я понимаю, что на самом деле этих препятствий несколько. Ну, во-первых, само состояние здоровья соискателя работы, которое порой оставляет желать лучшего. То есть зачастую есть желание работать, но есть ряд противопоказаний, заключение медико-социальной экспертизы, которая говорит о том, что нетрудоспособен человек в обычных условиях. Но не всем пишут, что может работать в специально созданных условиях, с помощью, с привлечением каких-то специалистов, которые могут ему помочь. Конечно, такое есть не у всех. Кое у кого есть, и это очень хорошо, энтузиазм. Может быть, в дальнейшем, когда человек больше адаптируется после полученной инвалидности, или там приобретенной, он в дальнейшем, может быть, и сможет поменять формулировку, и уже тогда его можно будет принять на работу. Ну, а вторая причина, и, наверное, такая не менее как бы актуальная, это неверие в целом в нашем обществе в силы инвалидов. Ну, и как бы нежелание связываться с этой проблемой, брать на себя ответственность за людей с ограничением жизнедеятельности. Это работодатели? Разумеется, да. То есть, как правило, работодатель, ну, он лишний раз подумает, и все-таки решит, что, ну, раз человек инвалид, да мало ли вот потом, ну, что не так, так по судам затаскают, и вообще, как он будет работать. Работать он будет наверняка плохо, ну, и так далее. А как переломить вот это? Как сейчас, какая работа идет? Вы знаете, переломить это, ну, надо, я думаю, начинать прежде с себя. Прежде как переломишь, если у человека, скажем, у каждого свой взгляд на вещи, да. Как правило, работодатели, это же не дети, это же люди взрослые. Я думаю, что переломить это можно общим воспитанием, ну, толерантного отношения к инвалидам в целом. Что это не какая-то отдельная категория людей там, ну, а это именно, ну, рядом с тобой живущий человек, только имеющий какие-то проблемы со здоровьем. Ну, наверное, только так и можно переломить. Можно переломить путем, ну, некого воспитания, так сказать. Вот посмотрите, Паралимпиада прошла, да, какой, как бы, подъем одних медалей золотых, 30, да. И прошлая была Олимпиада такая же зимняя, там, в Ванкувере наши тоже паралимпийцы заняли первое место. То есть, если, как говорится, наша страна только вот сейчас вырвалась на такие позиции в различных видах спорта, то у российских паралимпийцев это как бы уже система занимать передовые места в мире. Поэтому, ну, вот, может быть, таким вот образом людей воспитывать. А вот сколько трудоустроенных сейчас? Трудоустроенных? Ну, я бы так сказал, я не возьму статистику всех инвалидов по краю, а примерно, если брать общество слепых, то из двух с половиной тысяч состоящих на учете, ну, работающих порядка 250, я думаю, что это десятая часть, и есть много людей, которые, в принципе, еще по возрасту, по возрасту, ну, вот, скажем, там, кому-то 55, кому-то 58, кому-то 50 лет, и эти люди желают работать. Но, понимаете, уже в силу, тут за 35-то они всегда берут обычного, нормального, здорового человека, ну, там, по каким-то причинам еще и молодых женщин побаивают собрать, что там, ну, и так. Беременность, декрет. Да, 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 разумеется, да, вот в связи с этими причинами. Поэтому, конечно, у людей с ограничением жизнедеятельности в этом плане шансов гораздо меньше. А кем работают, кем устраиваются? Кем работают? Много работающих массажистов. То есть, специальность, в принципе, да, во все времена и на сегодняшний день это дело востребовано. Вот в связи с этим мы долго работали над этим, но нас услышала администрация края, и уже второй год существует группа массажистов в прибазовом медицинском колледже Владивостока. 17 человек обучаются и получат специальность, и будут полноценными медицинскими, ну, называется, медицинская сестра по массажу, да, там, естественно, есть и парни, и девушки. Причем я замечу, в составе группы самому младшему студенту, ну, порядка 20 лет, а самому старшему 51. Это все незрячие? Да, где-то там, ну, я так не помню, но из 17 человек где-то 7 тотальников, то есть не видят совсем, да. Ну, остальные с подглядом. А где помогают устроиться на работу? Куда обращаться, если вот, ну, захотел? Кто поможет? Ну, и вот, Евгения, в развитии, так сказать, вашего вопроса, я сказал про массажистов, но это не только. Как бы очень много у нас и ребят, связанных с музыкой, там, делающих различные аранжировки, да, то есть на сегодняшний день это тоже востребовано. Настройщики музыкальных инструментов, потом, ну, не только такие работы, как говорится, там, не только сапоги точать можем. Есть масса работников интеллектуального труда. Вот при сотрудничестве с адвокатской палатой Приморского края, президент Борис Петрович Минцев, в настоящее время у нас уже пять молодых выпускников Дальневосточного государственного университета, в бытность его ДВГУ, а не ДВФУ, как сейчас, да, ну, они уже работают, ну, молодыми адвокатами. Причем, вот, два еще на подходе, остальные уже работают, и попадают именно люди незрячие. Именно люди совсем незрячие. Ну, из старого поколения тоже есть пять-семь человек адвокатов на весь край. Ну, очень хорошо, что вот, как бы, растет новая плеяда, и адвокатская палата любезно, так сказать, предоставила им возможность работы, предоставила им вступление в ряды адвокатов без вступительного взноса, ну, как это в отношении других, так сказать, адвокатов. Поэтому это благое дело. Потом ряд людей закончили факультет психологии и также работают психологами. Так они сами находят работу? Как вот? Кто-то находит работу сам, кто-то обращается в местные организации по нашему краю за содействием в поиске работы. Но я хочу сказать, что здесь все очень просто. Под лежачий камень вода не течет. Ищи различные варианты, устраивайся через родных или через знакомых, по соседям, там, как угодно, через организацию. Но факт тот, что если ты желаешь работать, ты найдешь работу. Если ты не желаешь этого делать, а, ну, делаешь это так, на всякий случай, для отстань, то, ну, как говорится, кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет причину, по которой у него что-то не получилось. Вы знаете, в чем здесь большая проблема? Ну, это проблема общероссийская, что у нас не совсем работают те законы, которые мы принимаем, да. Ну, вот, в частности, большой энтузиазм у нас вызвало принятие закона, подписанного нашим губернатором Владимиром Владимировичем Миклушевским, да. Краевой закон, я номер не упомню, но я... У нас буквально минуты до конца эфира остается, да. Всего на всего. Я хочу сказать, значит, он принят в ноябре прошлого года, акватирование рабочих мест для инвалидов. И прекрасный закон сам по себе, там, значит, есть градация, если у тебя там численность до 100 человек, свыше 100 человек, свыше 102% инвалидов возьми на работу. Да, сейчас. Меньше 100, 3% инвалидов возьми на работу. Евгения, он не работает, понимаете. Ну, то есть, каждый работодатель ежемесячно должен предоставлять сведения. Вот у меня предприятие, на нем нет инвалидов, давайте я возьму 2% инвалидов. Ну, не делают это люди, а как таково и не пугает их ни ответственность, ничего. Ну, то есть, как-то вот так. То есть, не готовое еще общество сырое. Спасибо большое за эту беседу, удачи вам в вашем деле. Это была тема дня, увидимся на общественном телевидении Приморья. Продолжение следует...